Учебник Я казах Сегодня на уроке вы узнаете о героизме своих предков Знакомьтесь, это Батыр Толагай Как вы думаете, почему его называли Батыром? Батыр – это военачальник, выдающийся воин Карасай Батыр Много легенд сложено народом о Карасай Батыре Легендарный Батыр Карасай был известен не только в Казахской степи, но и далеко за ее пределами Враги дрожали при упоминании его имени Хан Есим присвоил Карасаю титул «Казахский Карасай-Батыр» Бугенбай-Батыр – национальный герой Казахстана Великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех казахских жузов Не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере В честь Бугенбай-Батыра названы проспект Нур-Султане, на котором находится памятник ему Улицы областных и районных центров Республики Казахстан Историко-краеведческий музей и так далее Наур-Сбай-Батыр – один из самых сильных и могучих казахских воинов Вместе с пятью братьями Наур-Сбай наводил ужас на врага Еще с детства будущий герой отличался высоким ростом и крепким телосложением Поговаривали, что размах его плеч был таким же, как расстояние между горбами верблюда И в высоту он был почти вровень с животным Ребята, составьте кластер на тему Батыр Какими качествами обладал герой? Батыр – сильный, храбрый, ловкий, умный, самоотверженный Батыр – фольклорный персонаж Фольклор – это устное народное творчество К фольклору относятся героические эпосы, сказки, легенды, исторические песни, пословицы и поговорки Легенды занимают особое место в фольклоре казахов Они воспевают героизм и мужество казахского народа Главными персонажами легенд являются Батыры Они сохранили нашу прекрасную родину Ребята, послушайте легенду о Тологай-Батыре Жили когда-то в степях Сарарки несколько кочевых племен Всего у них было вдоволь Были они счастливы И поскольку все у них было Эти люди так и говорили Всего у нас достаточно Все у нас есть Вот только одного у нас нет Нет у нас Батыра, который мог бы защитить нас Наше благополучие и наше богатство И вот в одной семье родился ребенок с золотым хохолком на голове Увидев, что мальчик этот необычный Собрался весь народ и затеял великий пир По случаю рождения своего Батыра Мальчик рос не по дням, а по часам И через некоторое время стал настоящим богатырем Его родственники, чтобы не сглазить его Стали называть его не собственным именем А придуманным Тологай Так за ним это имя и утвердилось В один год перестали идти дожди Жара высушила землю Бедствие, обрушившееся на людей Заставило задуматься и Тологая Отправился Тологай Горам Алатау Дошел до великих гор И приветствовал их Мир вашему дому И изложил он тут горам свою просьбу Древние горы Алатау Выслушали его Оказали ему почет Поняли И выполняя его просьбу Положили ему на плечи Молодую гору Совсем еще ребенка среди гор И вот пошел Тологай Неся на себе гору Поначалу шел он легко Но через некоторое время Тяжесть горы Стала сказываться Ослабел Тологай Прошло много времени Пока Батыр Медленно шел к себе домой Осторожно Неся на плечах Молодую гору Очень устал Тологай Едва добрался до края родной земли Как упал И заснул А гора Которую он нес на плечах Так и придавила его Вот с того дня говорят Тологай Спит под горой Спит до сих пор А маленькая гора ребенок Которую принес Батыр С годами выросла Да так и называется Тологай Ребята Внимательно рассмотрите иллюстрации Как вы думаете Какие предметы Могли принадлежать Тологаю А какой предмет Лишний Правильно Лишний предмет Это часы Ведь наручные часы Это современное изобретение И оно Не могло принадлежать Батыру Откройте учебники На странице 59 Как вы понимаете пословицу Нет земли без цветов Нет народа без героев Как земля не может существовать Без прекрасного Так и народ Не может жить без защитника Можно ли в наши дни Стать героем? Конечно Солдаты защищают нашу страну Для этого Им необходимо быть Мужественными Отважными Сильными И душой И телом А также Профессия солдата Заключается И в самом главном В любви К своей родной земле Патриотизме Желании Посвятить себя Службе Своей родине Еще один Бесстрашный Защитник Своей родины Хан Касым Хан Касым Великий правитель казахов Во времена Его правления О казахах Узнали Другие народы Укрепились Границы Нашего государства Для того, чтобы понять Как вы усвоили Материал урока Предлагаю вам Поиграть в игру Да Нет Главные персонажи Легенд Волшебники Нет Главные персонажи Легенд Батыры Батыр Это выдающийся воин Да Правильно Толагай Самостоятельно Прочитать материал На страницах 58-59 Из дополнительных источников Найдите информацию О казахских батырах Подведем итоги урока Сегодня вы узнали Что легенды Занимают особое место В фольклоре казахов Главными персонажами легенд Являются батыры Хан Касым Великий правитель казахов Ребята Оцените свои успехи На сегодняшнем занятии Все ли вам было понятно Какие трудности У вас возникали Наше занятие Подходит к концу Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин